Приветствую всех у меня на канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Сегодня хочу вам рассказать про еще один способ использования янтарной кислоты. У меня на канале уже есть несколько видео про то, как использовать янтарную кислоту, как использовать янтарную кислоту плюс нашатырный спирт. Сегодня еще вам расскажу про янтарную кислоту и витамины, которые применяются для роста и цветения орхидеи. Вот я как раз выбрала, видите, орхидеи даже цветущие, потому что производитель заявляет, что можно использовать данное средство на цветущих орхидеях для продолжительного обильного цветения, чтобы поддержать наши орхидеи. Поэтому я взяла вот одну цветущую орхидейку, у которой есть цветы. Кстати, с ней мы проводили эксперимент, я вам показывала, как поливать орхидеи во время цветения, использовать удобрения. Как видите, все цветы на месте, все хорошо. Единственное, был третий цветок, но я его сама нечаянно поломала, и третий цветочек из-за этого механически у меня отвалился. Поэтому цветущие орхидеи, как поливать, есть одно уже видео на канале, сниму скоро продолжение, более полное видео. Также взяла орхидейку, которую мы с вами недавно пересаживали Леодору, мне ее надо отдать, и вот, чтобы она лучше перенесла транспортировку, стресс после пересадки. Видите, она и дальше цветет. Кстати, вот этот бутон она открыла уже у меня дома после пересадки. Ее мы также будем проливать янтарной кислотой. Также вот у меня есть моя орхидейка Леодора, которая совсем недавно отцвела, но цветонос в этом случае я не обрезаю, потому что Леодора, у нее револьерное цветение, то есть она дальше должна дорастить вот этот цветонос, и на нем же должны появиться цветочки. Кроме того, вот эта Леодорка, ей обязательно вот эта поливка нужна, опрыскивание янтарной кислотой. Смотрите, она у меня растет детку, здесь у меня такая конструкция, также чуть позже про нее подробно. Эту конструкцию расскажу вам, покажу, как соорудить, как нарастить корни детки орхидеи на цветоносе. Ее мы тоже сегодня будем опрыскивать с помощью янтарной кислоты и витамин. А также вот, смотрите, орхидея подросток из Голландии, которую я получила. Недавно мы ее с вами вместе посадили в архиату, и вот ей тоже, чтобы корешки быстрее росли, быстрее она адаптировалась и пошла в рост, мы ее прольем янтарной кислотой. То есть, вот это средство от Бонафорте янтарная кислота плюс витамины идет как экспресс-уход. Ей опрыскиваются орхидеи, причем можно опрыскивать как цветущие орхидеи, чтобы их поддержать и продлить цветение, также можно опрыскивать и орхидеи, которые еще только растят, стрелки или которые мы отправляем на цветение. По схеме, покуда орхидея цветет, мы опрыскиваем. Как только орхидея отцвела, мы перестаем опрыскивать и даем орхидейке 1-2 месяца отдохнуть, после чего опять начинаем стимулировать опрыскивать, чтобы орхидейка заново растила цветонос, дать ей силы нарастить хорошие цветоносы и заново цветла. Когда я опрыскиваю свои орхидеи вот этим средством, также одновременно поливаю удобрения. Вот эти удобрения, мне кажется, я показывала очень много раз. У меня для повторного цветения и для иммунитета орхидеи. Обязательно перед тем, как мы опрыскиваем орхидеи, какое бы средство для опрыскивания мы не применяли, мы сначала листья протираем простой водичкой, тряпочкой для того, чтобы убрать пыль. Я снимала также видео, где рассказывала про максимально эффективное опрыскивание для орхидей, как больше получить пользу от опрыскивания. И там рассказала все основные правила, как подготовить орхидею для опрыскивания, как проводить, что делать, чтобы был самый максимальный эффект. Кому интересно, оставлю ссылочку под видео, переходите, посмотрите про опрыскивание. Поэтому обязательно мы очищаем листья сверху и снизу от пыли. Лучше всего такую процедуру проводить с утра. И когда у нас уже листы все эти очищены, мы берем и опрыскиваем просто орхидейку. Опрыскивать надо так, знаете, достаточно обильно. Видите, сразу очень много, то есть я, наверное, даже за много прысков сделала сейчас на данный момент. Кроме того, производитель говорит о том, что если доступ есть к корням, особенно если это детки, то можно опрыскивать прямо на корни деток. Поэтому вот у меня эта конструкция, где я наращиваю корни детки орхидеи. Сейчас поверну, наверное, боком, будет лучше видно. Видите, вот детка, вот эта конструкция. Я вам показывала, что ирибаф экстра проливала для корнеобразования. И вот сейчас я прямо в эту конструкцию вот так мох смочу. Я периодически смачиваю мох то водой, то с удобрениями, для того, чтобы он был влажный, стимулировал эту орхидейку нарастить корни. Ну и вот сейчас, получается, я буду опрыскивать листья и также вот, видите, саму эту детку намачиваю. То же самое на все орхидеи. Вы знаете, вот даже сколько у меня здесь на столе сейчас стоит, вместилась орхидей, на цветы сами мы не льем этот спрей. На цветы нельзя, чтобы попадала янтарная кислота, может опасть цветение. Смотрите, вот на детку буквально один прыск даже хватает на одну орхидейку. Единственное, что я вам сейчас показала, что опрыскивание провела сверху по листу. Я вам всегда говорю, то, что очень эффективно, когда мы протираем сентарной кислотой, когда опрыскиваем, обязательно делаем не только сверху листа, но и снизу. Вот таким образом сейчас я проведу еще опрыскивание, вот смотрите, под листом чуть-чуть приподнимаю с одной стороны, с другой стороны и опрыскиваю под листом. Так как струя достаточно такая большая, то вот на все эти орхидеи, наверное, пару прысков было бы вполне достаточно. Сейчас они у меня вот таким образом стоят. Но так как сейчас утро, и я их буду оставлять, стоять таким образом здесь до вечера, то я обязательно просушу точку роста и место, где начинает рост. Вот таким образом, просто бумажным полотенцем на листьях, плюс эти капельки так и остаются. Пусть они у меня тогда вечера постоят. А вот сам стволик орхидеи, вот так по кругу, точку роста листа, я все-таки уберу эту влагу. И опять же, когда проводим опрыскивание, смотрим, чтобы в комнате не было сквозняков, проводим только в теплом помещении. Если, например, сейчас у кого-то очень холодно в квартире, отопительный период еще не начался, лучше, наверное, повременить со всякими опрыскиваниями, чтобы орхидейка не загнила. У меня очень тепло еще, поэтому я опрыскивание буду проводить. И опять же, под прямыми солнечными лучами тоже ни в коем случае, чтобы после этого орхидейка не стояла. Наверное, я очень много рассказываю про энтарную кислоту, всегда в разных вариациях ее применения, но на самом деле мне очень нравится это средство, я вижу результаты, при том, что у меня есть видео, где я вам показываю результаты после вот этих опрыскиваний, после применения. Желательно, конечно, периодичность. Как я вам сказала, применяем такие опрыскивания раз в 7 дней, вот покуда есть необходимость. Орхидейки, которые отдыхают сейчас, не цветут, не в стадии роста, дайте им отдохнуть, стимулировать лишний раз даже вот янтарной кислотой каким-то средством в данный момент не надо. Если орхидея отдыхает, ей надо дать отдохнуть. Но опять же, одновременно и опрыскиваем, и поливаем, используем удобрение. Я использую бонафорта, вы можете использовать любое удобное для вас удобрение. Вот по весне я все орхидейки как-то проливала долгое время японским удобрением. Но мне нравится вот эти комплексные удобрения периодически менять, чтобы не было привыкания к одному и насыщение только элементами, которые есть в этом удобрении. Поэтому был у меня период японского удобрения, сейчас у меня период с сота идет с бонафорта. Какой следующий выберу комплекс, пока я не знаю. Кто хочет более частого общения, видео у меня на канале выходит 3 раза в неделю, а каждый день я есть в инстаграм, там я показываю чуть больше, показываю жизнь за кадром, свои покупки для орхидей и не только, немножко есть и про себя. Поэтому кто хочет более частого общения, приглашаю перейти мой в инстаграм, ссылочку оставлю в описании под видео этим, либо можете найти, называется латиницей, напирайте орхидей, нижнее подчеркивание, OH. Переходите, всех приглашаю туда, также для общения. Конечно, вы можете использовать янтарную кислоту, вот у меня сейчас в готовом виде, такой, знаете, более быстрый экспресс-уход. Когда нет времени самостоятельно готовить тоник, то очень удобно использовать. Можете воспользоваться теми способами, которые я показывала раньше, как самостоятельно приготовить раствор для опрыскивания, для протирания и для полива орхидеи янтарной кислотой, потому что янтарную кислоту, конечно, универсальное такое средство, можно использовать разными-разными способами. Мне, например, янтарная кислота всегда, наверное, даже с первых видео я вам показывала, очень-очень нравится, потому что я вижу ее эффективность. Обратите внимание на эту мою орхидею. Это классическая орхидея, желтая с малиновой губой. Я про нее вам рассказываю два года, и все два года, более двух лет точнее, я уже жду ее цветения. Я ее купила, она была повреждена, она сгнила, оставалось буквально два листика. С двух листиков, посмотрите, какое выросло большое, шикарное растение. По листам даже, которые новые растут, посмотрите, по их размеру, все отлично. Она огромная, но цвести она не хочет никак. Так, вот я надеюсь, что янтарная кислота тоже сейчас простимулирует ее на цветение. Плюс мне надо сейчас ее немножко укрепить иммунитет, потому что вот как раз-то она у меня следующая будет на эксперимент. Покажу вам совсем-совсем скоро, как провожу с ней эксперимент для того, чтобы она зацвела. Я думаю, что будет очень интересно, и все получится. Пару раз у меня этим способом получалось. Вот эти орхидеи, которые ленивые пару лет, не цветут, при этом имеют шикарную корневую систему. Она, конечно, не полита. Так, сейчас вам покажу, что касается корней, чтобы вы понимали, что, посмотрите, то есть с корневой системой все шикарно. С листвой тоже вопросов нет, все шикарно, все хорошо. В общем-то, она себя прекрасно чувствует, но цвести при этом она не хочет. Будем ее стимулировать на цветение. Покажу, как заставить такую ленивую орхидею зацвести. А всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!